Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что у всех сегодня хорошее настроение. Все сегодня встали с той ноги и собрались здесь сегодня на этом месте. Слава Богу! Я хотел бы прочитать пару местописаний. И, знаете, такая проповедь будет, что когда я начал проповедь по поводу одного из христианских принципов, которые должны быть у каждого христианина в жизни, и когда я начал искать по поводу этого в Библии, то я не нашел практически ничего. И я подумал сам в себе, думаю, вообще это библейская тема или нет? Нет, но я хотел бы просто поговорить сегодня про прощение. Кто-то скажет, про прощение ничего не написано? Да, ну не, не может быть. Нет, про прощение очень много чего написано. Но о том, о чем не написано, я скажу чуть дальше. Иоанна 1, 9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Он простит нас. Марка 11, 25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Знаете, сегодня в наше время прощать, о том, как нужно прощать, никого не удивишь. Все знают, что если кто-то там меня обидел, то я должен его простить. Но есть вещи, которые трудно, знаете, трудно простить. Есть там предательство, да, или случай с сегодняшней ситуацией в Украине. Как можно простить тех людей, которые делают такие разные всякие зверства. Но Библия пишет, когда вы стоите на молитве, прощайте, чтобы и Отец ваш Небесный простил. Тема понятная, простая. Но вы знаете что? Я задался вопросом, который я не смог найти в Библии. Должен ли я, как человек, просить прощения? То, что я должен прощать, это я понял. Это я нашел, по-моему, около 20 местописаний о том, что я должен прощать. Но о том, что я должен прийти и попросить прощения, я нашел только одно местописание. Это от Луки 17, 3-4. «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз скажет...» Прошу прощения. «И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет...» «Каюсь, прости ему». Знаете, в современном обществе так все устроено, что не модно говорить брат или сестра... «Слушай, извини меня». Самое редкое «извини», которое я слышал, это чтобы родители извинялись перед детьми. Чаще всего дети говорят «извини» родителям, чем родители говорят «я вспылил» или «я еще что-то делал». И я думаю, неужели Христос не хочет или не говорит о том, чтобы мы приходили и говорили брату или сестре «извини». Но Христос, Он дал нам это чувство, дал нам чувство совести, которое осуждает нас, если мы кого-то обидели. Я верю, что у каждого есть в зале совесть, что здесь нет бессовестных людей. Я знаю одного человека, который очень часто... Я верю, что он верующий, знаете, потому что есть люди, которые делают вид, что они верующие, а есть верующие. Которые очень часто... Вот он что-то вспылит, и потом он подходит и говорит «слушай, прости меня, Саша, да? Меня Саша зовут». Говорит «прости меня, Саня, я... ну я вспылил, не надо было тебе этого говорить, я... ну извини, я не хотел этого». А есть люди, которые ты подходишь и говоришь «слушай, тебе надо примириться с человеком, чтобы был мир, примириться с человеком, чтобы наладить контакт, чтобы был христианский у тебя, особенно если конфликт с неверующими людьми, христианский посыл, чтобы люди видели, что ты христианин, что ты сильный, что ты как бы мощный, в себе побороть вот эту вот гордость и подойти и сказать «извини меня». Потому что я верю, что человек, который может подойти и сказать «извини», это сильный человек, это человек, который поборол самого себя. А вы знаете, что если бороться с кем-либо, то самое сложнее побороть самого себя. Я видел недавно такую ситуацию, когда я подходил к одному человеку и говорил «слушай, ну пойди, ну примирись, я не буду этого делать, я не буду примиряться с этим человеком, я не виноват». А когда я подходил к другой стороне и говорил точно такие же слова, мне отвечали точно так же «я не буду этого делать, тот человек сам виноват, я не буду у него просить прощения». Я думаю, если брат твой подходит к тебе семь раз в день и говорит «брат, прости меня», то ты ему прости. А если не подходит, то думаю, надо сказать на проводе, чтобы подходили, братья и сестры. Я хочу просто призывать всех сегодня, призывать к миру, знаете, не к тому, чтобы нам держать на кого-то обиду, но мы должны прощать. И не к тому, чтобы нас совесть судила, и вы знаете, как некоторые люди, я вспоминаю свою маму, знаете, я не хочу, я ничего против мамы своей не имею, она в Украине осталась, пускай ее Бог благословит. Но вот она, ну я не помню, чтобы она говорила мне «извини» или «прости». Для нее легче было бы сказать, подойти и сказать «иди ешь, я тебе вон насыпала», или «пойдем, сделаем что-то вместе». И таким образом она, как бы не говоря «прости», пытается как-то загладить, знаете, углы. Это тоже своего образа «прости». Но думаю, если бы она мне сказала «прости», я бы запомнил, а я не помню. Может, у меня плохая память. Я хотел бы просто всех призвать к тому, чтобы мы прощали, потому что прощать тоже нелегко.